приветствую на канале друзья с вами белогор сегодня будет тема путешествий во времени я участвовал в филадельфийском эксперименте заявил путешественник во времени интересную хотя и очень подозрительную в правдоподобности историю из своей жизни рассказывает американский военнослужащий албелек несколько лет назад он утверждал об участии в известном филадельфийском эксперименте по словам военного благодаря эксперименту он совершил путешествие во времени и побывал в разных временах согласно легенде филадельфийского эксперимента состоявшегося 28 октября 1943 года специалистами в мс америки был проведен занимательный опыт с эсминцем элдрич планировалось провести революционный технологический рывок достигнув эффекта телепортации с помощью мощных сил электромагнитного поля в основу эксперимента по версии поклонников идеи входили расчеты заложенные уравнениями энштейна в ходе эксперимента мгновенных перемещений эсминец элдрич а также экипаж в составе 181 человека в доли секунды телепортировались на добрые десяток километров от исходной точки впрочем как поясняла впоследствии команда и представители в мс никакого опыта либо экспериментов с телепортацией не проводилось это официальное заявление о телепортации и самом эксперименте заявлялось как о нелепой выдумке газетчиков а между тем согласно легенде филадельфийского эксперимента американские военные проверяли некоторые догадки и вероятность телепортации произведенные николой Тесла и Альбертом Эйнштейном сам Тесла за несколько месяцев до эксперимента скончался, но вот научный архив был заполучен не оставался в стороне и Эйнштейн уверяют теоретики филадельфийского эксперимента ученый дескать проводил проверку единой теории поля участник филадельфийского эксперимента рассказывая о своем участии филадельфийском эксперименте военный заявляет что прежде чем вернуться в родное время, он прошел немалый путь по спирали времени. Причем, несмотря на стресс от ситуации, Белик запомнил некоторую информацию о будущем нашего общества. Несколько недель я прожил в 2137 году, рассказывает путешественник во времени, и пару лет в 2749. Человечество пройдет серьезные изменения и переоценку жизни в самом ближайшем будущем. Перемены охватят все сферы жизнедеятельности, начиная от медицины и заканчивая наукой. На основании удивительной истории путешественника во времени мы делаем радостный вывод. Эпохального события, известного под вывеской «Конец света», не будет, по крайней мере, до 2750 года. Правда, на судьбу цивилизации падают тяжелые испытания. Путешествия в будущее. Угодив в 2137, год, участник телепортации, был вынужден пройти курс излечения в госпитале, поскольку он пострадал от радиационного облучения. И надо сказать, что медицинские технологии будущего, состоящие из световых и вибрационных аппаратов, ему помогли. Причем Белик, по его же словам, находился в 2137 году всего несколько недель. Однако, последствия облучения, которые сегодня нельзя победить, от него отступили. Совершенно известно, как и на появление странного военнослужащего отреагировал персонал госпиталя. А между тем, находясь в госпитале, Белик, просматривая новостные и общеобразовательные телепередачи, поглощал информацию о событиях, повлиявших на изменение жизни общества. По словам экс-военного, изменения берут начало с 2025 года. Путешественник усмотрел две причины и обе значимые. Глобальное потепление и состоявшийся контакт с представителями внеземной цивилизации. Мощное потепление поднимет уровень мирового океана к 2137 году, крайне высоко став механизмом запуска планетарных перемен. Катастрофа изменит существующее местоположение континентов, как это уже случалось в прошлой эпохе. А также заявляет Белик, это послужит сокращением населения человечества до 300 миллионов человек. Но человечество переживет эти катаклизмы и будет развиваться. Описывая свое участие в эксперименте и перемещении во временных реалиях, Белик отметил, американское правительство еще с 1954 года активно вело сотрудничество с инопланетными цивилизациями. Якобы итогом этого сотрудничества стали продвинутые технологии американских инженеров. Как рассказывает о будущем путешественник во времени, американская инфраструктура претерпеет множество изменений. Белик сказал, что в будущем будет единое правительство на всей Земле. О методах или способах перемещения во времени через столетия Белик также не распространяется. Зато находясь в 2749 году, Белик заметил, что к этому времени следов глобального разрушения от катаклизмов и последствий этого не осталось. Люди живут в достатке, каждый имеет все желаемое для счастливой жизни. Мироустройство того времени представляется идеальным сообществом, поскольку в странах отпадает нужда в правительствах, а всем происходящим на деле будет управлять совершенная компьютерная система. Также Белика поразила в будущем огромные плавучие города. Ал Белик также не первый человек, рассказывающий истории эксперимента о телепортации. Правда, после истории Карлоса Альенде, описанной в книге уфологом Моррисом Джесапа, это первая позитивная версия о филадельфейском эксперименте. Ал Белик большой счастливчик и везунчик Фортуны, поскольку в случае Альенде в ходе эксперимента по телепортации произошли очень плачевные вещи. Экипаж эсминца Элдрич был буквально перемешан с переборками корабля, рассказывает Альенде. 27 человек навечно срослись с железными переборками корабля, умирая в жутких мучениях. Другие умерли от смертельных ожогов, были объяты синим пламенем и выпрыгивали за борт. Но там не было воды, лишь сияние бледно-зеленой дымки. А в это время другие сходили с ума от ужасных видений. Живыми из участников эксперимента по телепортации вернулись 21 человек. Судьба остальных членов экипажа неизвестна. Возможно, они живы, просто навечно остались в чужом времени. И в заключении, замысловатый сюжет истории эксперимента в Филадельфии, был предполагаемым военным экспериментом на филадельфийском морском судостроительном заводе штата Пенсильвания. По версии приверженцев эксперимента, Элдрич должен был стать невидимым с помощью маскировочного устройства. История широко расценивается как мистификация военно-морской силы. США утверждают, что этого эксперимента не производилось, и детали истории противоречат хорошо известным факт об этом инциденте. Нахождение эсминцев в Филадельфии и появление в этот же день в Норфолке. Расстояние между базами 320 км. В опровержении заявляется возможный переход по Часапикско-Делаверскому каналу. Он хоть и был к этому времени закрыт, но использовался втайне от остальных. Человек из Туареда, который исчез, так же загадочно, как и появился. Одно из самых загадочных событий 20 века не связано с теориями заговора, или же наблюдением странных существ. Это произошло в, казалось бы, нормальный день в одном из самых утомительных и приземленных мест, которые только можно себе представить. В аэропорту. Тем не менее, по сей день никто не знает, что именно там произошло, и почему один среднеделовой путешественник стал сердцем загадки, в значительной степени забытый нашими современными исследователями. История называет этого человека как гражданин из Тауреда. Мужчина из Тауреда был странным человеком, который прибыл в аэропорт Ханеда в Токио, Япония летом 1954 года. Когда они спросили у него страну происхождения, он небрежно заявил, что он из Тауреда на границе между Францией и Испанией. Работники аэропорта сказали ему, что Тауред не существует, но он предоставил им свой паспорт, выданный несуществующей страной Тауред, который также показывал визовые штампы, подтверждающие его предыдущие деловые поездки в Японию и другие страны. Внешний вид мужчины из Тауреда. Этот мужчина был описан как опрятно одетый белый мужчина средних лет. Его основным языком был французский, но он говорил по-японски и еще на нескольких языках. И очевидно, он был умным и образованным вежливым человеком. Расположение Тауреда. Затем мужчина показал на карте свою страну. Он указал пальцем на территорию, занимаемую княжеством Андорра. Андорра – это крошечное независимое княжество, расположенное между Францией и Испанией в Пиренейских горах. Этот человек сказал, что его страна существует уже тысячу лет, и был немного озадачен, почему его страна на карте была названа Андоррой. Мужчина долго спорил с таможенниками и отказался уступить. У него также были валюты разных стран, вероятно, потому, что он совершил несколько командировок. Загадочный человек поделился другими деталями, такими как компания, в которой он работал, и отель, в котором он остановился. Официальные лица выясняют, что упомянутая им компания существовала в Токио, но не в Тауреде. Точно так же гостиница, которую он упомянул, действительно существовала, но сотрудники гостиницы сообщили им, что такое бронирование не производилось. Это побудило полицейских взять мужчину под стражу для дальнейшего допроса. Офицеры подозревали, что он может быть преступником, и конфисковали его документы и личные вещи. Офицеры поместили загадочного человека в ближайший отель, пока проводилось расследование. Чтобы загадочный мужчина не сбежал, у двери поставили двух охранников. Следует отметить, что в номере отеля, в котором он останавливался, была только одна точка входа и выхода. Но, ко всеобщему удивлению, на следующее утро этот человек исчез. И что еще хуже, все его личные документы, включая паспорт и водительские права, выданные загадочной страной, исчезли из комнаты безопасности аэропорта. Поиски этого человека были начаты, но тщетно. Следователей беспокоило то, что его поселили в комнате наверху многоэтажного здания гостиницы без балкона. Возможны объяснения загадочному человеку из Тауреда. Есть несколько объяснений того, кем мог быть этот мужчина. Теории включают в себя то, что он был путешественник во времени или межпространственный путешественник. Некоторые люди утверждали, что таинственный человек действительно был из Тауреда, но эта страна оказалась в другой вселенной и каким-то образом прошел через параллельные измерения и оказался в этом аэропорту. Ханеда. Другая теория состоит в том, что таинственный человек был путешественником во времени и по ошибке приземлился в аэропорту. Многие считают, что таинственный человек на самом деле был развитым внеземным существом, каким-то образом пришедшим на землю с другой планеты. Некоторые говорят, что название Тауред могло быть неправильным написанием Туарега. Туарег – это большая этническая конфедерация берберов. В основном они населяют Сахару на обширной территории, простирающейся от далекого юго-запада Ливии до южного Алжира, Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Есть также теория, что это был розыгрыш. Помимо всего этого, люди, которые утверждают, что это всего лишь тщательно продуманный интернет-розыгрыш, потому что по делу нет убедительной документации и никто не знает, на каком самолете он прилетел и в каком отеле остановился. Правда о человеке из Тауреда. Конечно, таможенники написали бы отчет или записку, поскольку они расследовали это странное дело, но похоже, что нет никаких доказательств этого из первых рук, которые могли бы подтвердить эту историю. Однако об этом упоминалось в нескольких книгах, в том числе справочник возможностей 1800-1981 года, стр. 86. И в книге странно, но правда таинственные и причудливые люди, 99-го года, стр. 64. Также есть еще одна похожая история, которая случилась с человеком по имени Иофар Варин. Британский журнал в 1851 году упоминает странную историю путешествия во времени о потерянном незнакомце, называвшем себя Иофар Варин, он же Йозеф Варин, который был найденным сбитым с толку в небольшой деревне недалеко от Франкфурта в Германии. Он понятия не имел, где он был и как он туда попал. Наряду со своим ломаным немецким путешественник говорил и писал на двух различных неизвестных языках, которые он называл Лаксариан и Абрамян. По словам Иофара Варина, он был из страны под названием Лаксария. Расположена она в очень известной части мира, называемой Сакрия, который был отделен от Европы огромным океаном. Он утверждал, что целью путешествия в Европу были поиски давно потерянного брата. Но во время путешествия он потерпел кораблекрушение именно там, где он не знал и не мог представить свой маршрут на берегу любой карты мира. Иофар далее сказал, что его религия была крестьян. Он продемонстрировал значительную долю географических знаний, которые он унаследовал от своей расы. Он назвал пять великих участков земли Сакрия, Афлар, Астар, Ауслар и Эвплар. Джон Тимпс писал о Варине в своей книге 1852 года, ежегодник фактов в науке и искусстве, который получил высокую оценку за точность в других публикациях того времени. Был ли этот человек простым самозванцем, который обманул жителей деревни во имя Иофара Варина? Или он действительно был заблудшим путешественником во времени, который прибыл из какого-то странного места? До сих пор остается большой загадкой. Возможно, время действительно покажет, какая загадка скрывается за увлекательной историей Иофара Варина. И надеюсь, что однажды мы узнаем ответ на вопрос, что на самом деле случилось с потерянным незнакомцем Иофаром Варином. Подведем итоги. Я думаю, что некоторые из людей могли попасть в наш отдел земли из-за края земли в результате какой-нибудь катастрофы или в результате какого-нибудь кораблекрушения. Потому что моя теория такова, что за краем земли находятся другие отделы земель, похожие на наши. То есть такие своеобразные колонии, как наша из пяти континентов. Скорее всего, там за краем земли находятся и другие такие колонии, как это описывается в Ведах. То есть их примерно девять штук. И на одной из этих колоний, возможно, там люди каким-то непонятным образом, будь то в результате кораблекрушения, будь то, возможно, и с использованием каких-нибудь технологий, которые у них имеются, попадали в наши отделы земли. Ну, конечно, существует вероятность того, что у них другой язык совершенно, чем у нас. А наш язык у них, скажем так, не в ходу, хотя это очень интересный вопрос, но тем не менее существует такая вероятность, что кто-то может попасть из одной области земли в нашу область земли. Также в Ведах есть описание того, что люди могли, в принципе, путешествовать из одного участка земли в другой. То есть еще говорится в Ведах, что есть варши, то есть такие огромные участки земли, которые отделены мощными горами, и люди могли путешествовать из одной варши в другую. Так, скорее всего, случилось и здесь. С вами был Белогор. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, если вам нравится мой контент. Ставьте лайки. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok